Пожалуй, единственная в городе двухэтажка с печным отоплением находится на 101-м квартале. Горячей воды здесь нет, удобства расположены на улице, а чтобы помыться жильцам, пришлось самим строить себе баню. Там две есть двухэтажки, три. Вот я там живу. Тоже было печное раньше отопление, но они сделали. Сейчас готово. Во всем поселке у нас вот одна из двухэтажки, где мы только печки. Во всех двухэтажках, во всех сколько есть, во всех есть отопление. Было печное так же. Возмущение жителей дома, расположенного по адресу Песчаный переулок 9, можно понять. Проблему с подключением к теплу они пытаются решить уже более четырех лет. Четыре года пороги оббивали, оббивали и толку никакого. Мы уже и проект сделали за свои деньги, жильцов деньги собрали, сделали проект за свои деньги. Уже сделали врезку, вот центральную трассу сделали, вон врезка торчит, чтобы нам к дому провести отопление. Город сказал, у нас денег нет, а у нас вообще ни у кого нет возможности заплатить свои деньги, чтобы нам провели в дом отопление. Впрочем, отсутствие тепла не единственная проблема. Трудно поверить, но в 21 веке люди живут в условиях, когда все так называемые удобства расположены на улице, и в туалет приходится идти через весь двор. Да и строение это такое ветхое, что страшно зайти. Вот наша отремонтированная кровля в туалете. Так они тут пришли, просто посмотрели. Я говорю, в КЖУ позвонила начальнику, про туалет-то сказала. Он говорит, а что вы хотите, у вас 50% дома оплачивают эти услуги, а вы хотите на 150, чтобы вам все ремонтировали, оказывали вам услуги. Я говорю, так а что я сейчас, если я плачу, кто-то не платит, я что должна сейчас проваливаться в эту яму в туалете? Кроме раковины на кухне, никакого другого места для совершения гигиенических процедур в доме просто нет. Раньше жильцы ходили в городскую баню, но когда ее закрыли, даже помыться людям стало негде. Леспромхоза тогда не рентабельно стала баню держать, они частенькую продали. И все, и так у нас бани нет в поселке. То, где хочет, то так моется. Вот пришлось свою баню поставить. В каждой квартире по две печки на кухне, в прихожей. И кухонную печь Ольге помогли демонтировать работники КЖУ. Конечно, не бесплатно. А так, следить за эксплуатацией печного оборудования, кроме жильцов, некому. В ходе единственного капремонта, который проводили в доме, печек никто не касался. В итоге жильцы перекладывали печи сами, кто по книжкам, а кто обращался к печнику. Кто-то решил оставить все как есть, и теперь кирпич прогорает, и куски сыплются в дымоход к соседям снизу. Каждый отопительный сезон обходится здесь в немалую сумму. Мы нынче купили машину, 6,5 тысяч отдали за машину колотых дров. То есть вы все вместе скидываетесь, покупаете? Зачем? Нет, каждый себе покупает дрова. А сколько их идет вообще? Ну мы вот на зиму берем по две машины. Так и мерзнут жители дома 9 в окружении более благополучных соседей детского сада и благоустроенной двухэтажки поблизости. У собственников квартир задолженности нет. Исправно платят и за скудные коммунальные услуги, и за капремонт. Мы все это платим, все оплачиваем за воду отдельно, у нас квитанции приходят за свет, за квартиру, за капремонт, мы это все оплачиваем. Если зайти на страничку дома на сайте регионального фонда капитального ремонта, то почти половина заявленных работ к этой двухэтажке явно не относятся, поскольку ни газоснабжения, ни отопления, ни горячего водоснабжения здесь просто нет. И появятся ли все эти блага цивилизации к 2018-2020 году, когда в доме должен производиться капремонт, неизвестно. Татьяна Мельникова, Тимофей Клебников, Новости АТВ. Субтитры создавал DimaTorzok